ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 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 А откуда ты про вежливость только знаешь? Ты вроде не особенно вежливый гном Сама ты гном Вот-вот, и я о том же Нет бы сказать, вы заблуждаетесь, простите, но я вовсе не гном Но я же не хочу быть настоящей немецкой принцессой И гномом тоже не хочу быть А ты запоминай Вот к тебе гости пришли, о чем надо их спросить? Ну, как дела, наверное Вот, wie geht's dir? Wie geht's dir? Danke ganz gut Спасибо, все хорошо Und du? Danke ganz gut Danke, спасибо Тоже очень важное слово Если не будешь забывать про спасибо и пожалуйста Можешь считать себя почти что настоящей принцессой Я хочу быть не почти что принцессой, а просто принцессой Тогда вот еще такие слова Например Это значит, извините, пожалуйста А, это если кого-то обидишь? Не обязательно Конечно, нужно извиниться, если, например, опоздаешь Но вежливая принцесса, если хочет обратиться к кому-нибудь с вопросом или просьбой Тоже начнет свою речь с извинения Вот, например, люди разговаривают, а тебе нужно что-то им срочно сообщить Тогда так Извините, пожалуйста, я, честно говоря, часто забываю извиниться, когда кого-нибудь перебиваю Мне иногда так не терпится что-нибудь кому-нибудь рассказать, что тут уж не до вежливости Не то что извиниться, поздороваться забываю Сразу начинаю новости выкладывать Поэтому про меня говорят, что я шумная, очень неугомонная Нет, принцессы такими не бывают Ну и что? Зато ты веселая и не хвастаешься никогда Поговорим по-немецки Васька пришел, пойду открою Не так, надо сказать Извините, я сейчас вернусь и мы сможем продолжить разговор Пока я это выговорю, Васька решит, что нас дома нет и убежит Привет, вы чего не открываете? Гутен так, это Катька решила настоящей принцессой стать Ты знаешь, я тут подумала, что мы часто про вежливые слова забываем Может, конечно, принцессой я и не стану Но вежливым человеком быть все-таки нужно Гутен так, Вася Гутен так Битте не вон зе плац Битте не вон зе плац Вот видишь, Катя, если бы Васька был вежливым человеком Он бы сказал Извините, я вам не мешаю? Извини, Вася Просто я спросила, как твои дела А Пумукль говорит, что если тебе непонятно, что тебе сказали Надо вежливо переспросить Простите, я не совсем вас понял О, Пумукль, да ты знаток этикета Вот уж не думал А тебе никогда не говорили, что говорить с человеком на языке, которого он не понимает, тоже как-то не очень прилично Точно Извини Ты нам, Пумукль, переводи А чего это ты, Катюха, решила принцессой стать? Ты вроде врачом хотела быть, когда вырастешь Понимаешь, я книжку купила, немецкие сказки Смотрю, какие же там принцессы И красивые, и вежливые, и добрые И мне захотелось такой стать Ведь если врач красивый, добрый и вежливый, это же здорово Вообще, да Помнишь, у нас в школе в прошлом году день вежливости устроили Помню, как же Всех на один день как подменили А на следующий день все опять стали хулиганить, дразниться А зачем вообще это надо? Не будете ли так любезны? Вот я просто говорю, дайте шоколадку, и все А как тебе приятнее, если я просто скажу, на Или если я скажу, угощайся, Пумукль, на здоровье Вообще-то, когда на здоровье, как-то лучше Даже шоколадка вкуснее, кажется, и больше Вот видишь, значит, вежливые слова нужны, чтобы собеседнику было приятно с тобой общаться Ну, давай попробуем Не будете ли вы так любезны угостить меня кусочком шоколадки или печенья? Ух ты, какая огромная шоколадка Слушайте, а здорово получается Какие вы милые, как из книжки А можно книжку-то посмотреть? Пожалуйста, пожалуйста Так, сказки О, Золотой гусь Ди Гольдене Ганс В этой сказке какая-то неправильная принцесса Смотри, ревет, а все вокруг ее развлекают Я же говорил, что принцессы плаксы Я эту сказку не читал Она о чем? Принцессу кто-то обидел? Злая колдунья заколдовала? Нет, просто она плаксы, говорю же Ди принцессен бар щен, зэр щен Абрезивар траурих Нихц конты зилюстих махм Все ясно Была принцесса вся такая прекрасная, распрекрасная Но все время ревела И никто не мог ее разуселить Как царевна не смеянна У нас тоже есть такая сказка Потому что девчонки и в России, и в Германии Капризули и вредины И все вокруг них вечно скачут Развлекают, веселят И всех жалеют Ну и неправда Катька не такая И что дальше-то? Кто ее развеселил в конце концов? Принц Заморский? Нет, ни один принц с ней не смог справиться Честно говоря, они тоже были скучные какие-то Стихи ей читали, картины рисовали Ну разве так надо смешить? Да уж, Мукль, тебя бы туда Точно мы и принцессы и полцарства в придачах получил Ты у нас мастер смешить Это точно Поговорим по-немецки Данкишен Я бы точно развеселилась Хотя меня, конечно, рассмешить легче легкого Это точно Знаешь, Мукль, я иногда на уроках, как и всякие роженые бумажки рисую И она как начнет хихикать И остановиться не может Да уж, очень смешно Особенно, когда учительница заметит И сразу меня к доске обхохочешься А ты у доски хихикаешь? Конечно Знаешь, как трудно остановиться Ей вообще палец покажи и готова дело Весь урок хихикает Это потому, что приходится тихо смеяться Если б можно было похохотать, то я бы посмеялась и все А на уроке нельзя А ты попросись выйти В коридоре возьмись и возвращайся Надо сказать так А как потом обратно войти? Стучишь в дверь и говоришь Правильно Так а что с принцессой-то дальше было? Что он такого смешного умел делать? А как ни странно, он был работник во дворце И ничего смешного делать не умел Как? Совсем ничего? Ну, он дрова рубил, воду носил В общем, трудился А помогло ему то, что он был вежливый и добрый И эта принцесса насмешила? Да уж, не поймешь этих девчонок Нет, дело было так Король обещал принцессу выдать за того, кто ее насмешит Ну, приехали разные принцы и давай, кто во что гораст Стихи, танцы, картины, фокусы Но этим ее было не удивить и уж, конечно, не рассмешить А Ганс, ну, парень этот, работник Вообще никого смешить не собирался Некогда ему было Он по лесу шел по своим делам И встретил старушку с вязанкой хвороста Ну вот, он ей вежливо так говорит Вы не устали? И помог ей донести хворост до ее избушки А она была волшебницей Точно! Большое спасибо за вашу помощь И, как водится, спрашивает, чем его отблагодарить Отвечает парень Не стоит благодарности, то есть И так волшебнице понравился добрый и вежливый паренек Что решила она его наградить Подарила ему золотого гуся в корзинке И каждый, кто дотранивался до корзинки Приклеивался к ней Ну, вы понимаете, по дороге все, кто видел золотого гуся Тут же хотели его потрогать И ко дворцу уже явилась целая толпа народу Принцесса увидела с балкона эту картину И давай хохотать И отдал король свою дочку за ганса работника Да уж, зрелище Вот видишь, Пумокль, как хорошо вежливым быть Да уж А что это вы про день вежливости говорили? Ну, это примерно, как у нас с вами сегодня В школе объявляется день вежливости И целый день все хорошо себя ведут Друг другу уступают дорогу Прежде чем что-нибудь взять, спрашивают разрешением Никто не дразнится, не обзывается А потом все опять становится, как было Я понял У моего соседа Пауля в школе тоже так делают Только у них не целый день, а один урок Урок вежливости Хотите посмотреть, как это бывает? Конечно, хотим Тогда смотрите в мой волшебный карман Гестatten Sie, ist der Platz frei? Да, bitte Дарф ich Ihren Bleistift benutzen? Да, bitte Гебен Sie мне bitte ein Blatt Papier Да, bitte Vielen Dank Дурфте ich Sie für einen Moment um Ihren Kugelschreiber bitten? Да, bitte Вот-вот И у нас так же А как хорошо все начиналось Могу ли я попросить ваш карандашик? Огромное спасибо Позвольте взять листик бумаги А все-таки день вежливости это хорошая затея Даже Пумукль сегодня не хулиганит По шкафам не прыгает и не вопит Смотрите-ка, сидит себе чинно благородно И ему полагается за это что-нибудь вкусненькое А где же та шоколадка, которую Васька принес? Так она всего одна была? Ты же сам сказал, что она огромная Ты что, уже все умял? Извините меня за мой поступок Я раскаиваюсь, что я это сделал Я нечаянно, правда Ладно, все бывает Бывает, бывает Причем каждый день бывает И каждый раз нечаянно Зато он сегодня вежливый Смотри, как хорошо себя ведет Хорошо Пряники будешь? Конечно Тащи Тут кто-то вежливый говорят сегодня Другое дело Поговорим по-немецки А я вот подумала Может нам предложить Григорию Марковичу Устроить на немецком урок вежливости Мы же много вежливых слов проходили А потом забыли Ну как-то не особенно часто ими пользуемся Мы все-таки не принцы и не принцессы Да уж совсем А так, может, постепенно привыкнем И будем их понемножку вставлять в нашу речь Ага И в русскую, между прочим, тоже А что? Это идея Давайте играть в урок вежливости Я чур-учитель Ладно Дарфих айн твэтн Можно войти? Я бита Готен так Битте, нэмн зе плац Эншульдиган зе битте Дас их zu шпэт комэ Извините, я опоздал Готен так Битте, нэмн зе плац Ис дэр лас фрай? Я битте А теперь учитель должен нам дать какое-нибудь задание А вы Нарисуйте ко мне Что-нибудь Эншульдиган зе битте Дарфих хинаус гэйн? Я бумагу принесу и карандаши Я битте Дарфих айн твэтн? Я битте А ты что будешь рисовать? Принцессу, которая развеселилась А ты? А я тогда буду рисовать гуся в корзинке И все, кто к нему прилип Здорово Гибан зе мэр битте Айн блат папир? Я битте Филен данк Дарфих иран блэйштвит бинутсен? Я битте Слушайте, а неплохо у вас получается Очень даже неплохо Мне тоже понравилось Точно, надо день вежливости устроить А ты кстати уроки сделал? Ой, я же математику не сделал Хотя у тебя задание переписать Но уроки записать забыл У вас тут так весело Как к вам прихожу, обо всем забываю Не будешь ли ты так любезно Дать задание списать? Я битте А я же у тебя учебник брал, помнишь? Хотел сейчас занести его тебе И забыл совсем Я больше так не буду Ну честно, честно Я правда раскаиваюсь Никогда больше не буду ничего забывать Ладно, ладно, чего уж там Дас есть маль шмаль зо Я тоже вечно все забываю Завтра занесешь, ладно? Договорились Мне, честно говоря, пора уже Еще математику делать Как попрощаться вежливо? Раз уж у нас такой вежливый день получился Значит, к сожалению, мне пора идти Меня ждут Ждут тебя? Ждут Брат ждет Он мне с математикой помогает Вот Уроки ждут До завтра Счастливо Чус Ой А задание-то переписать он забыл Васька! Ушел уже Как он математику-то делать собирается? Вежливый наш Ну что, принцесса Отправляйся в путь Придется Пойду ему задание отнесу Может, заодно его брат И мне поможет задачку решить Счастливо, Пумокль Не скучай! Чус Поговорим по-немецки